Десятичное приближение до сотых дробей. До пяти дробей. Расчет имелом на доске примета уходящей эпохи в образовании. Оно с каждым днем становится все более разнообразным и интерактивным. Новый учебный процесс осваивают не только ученики, но и учителя. Вот эта вот резиночка, наверное, да? Вот, все. Вот эта вот резиночка, да? Ну, может быть. Этот интерактивный комплекс – это новые возможности. Новые возможности для групповых форм работы, для проектов, для индивидуальных проектов. Для использования этого оборудования, ну, буквально по всем предметам учебного плана. Сценариев применения интерактивной доски масса. Можно, например, преобразовать в уроке геометрии. Больше не нужны огромные деревянные инструменты, не нужно бегать за мелом на вахту. И любую, даже самую сложную фигуру, такую, как, например, конус, можно создать за пару кликов любого цвета, чтобы отличать друг от друга. Наклонять под любым углом. И теперь уроки геометрии должны стать веселее, ярче и интереснее. Это вносит очень большой плюс, потому что очень много можно показать. И видеофрагменты, и презентации, и фотографии писателей, и аудио какие-то файлы. То есть, конечно же, тем более это можно найти сразу в сети интернет. Это очень оживляет учебный процесс. Таких умных досок в школе пока две. Помимо них привезли еще 32 ноутбука. Это дает возможность сделать индивидуальную работу целого класса одновременно. Сейчас в рамках этого мероприятия широкий круг направлений. И, конечно же, повышение компетенции педагогических работников в сфере IT-технологий. Это курсы повышения квалификаций. Это, конечно же, внедрение программ обучения, которые используются и образовательные платформы, которые сейчас существуют в нашей стране. Всего в области за 2020 год в рамках нацпроекта образования провели техническое оснащение 82 школ и 8 колледжей. Это почти 200 миллионов рублей. Иван Савинов и Евгений Бушуев. День в событиях.